Библейский портал экзегет.ру представляет 91-й псалом. Как и другие псалмы, мы изучаем в Срединской духовной семинарии и лекции, записанной редакцией портала экзегет.ру. 91-й псалом – это радостная песнь о величии дел Божьих, что проявляется в свержении нечестивых и в торжестве праведников. Псалмопевец затрагивает те же принципы справедливого управления Богом мира, которые изложены и во многих-многих других псалмах. При этом здесь нет борьбы с сомнением и недоумением, как в 72-м псалме. Автор 91-го псалма не является невеждой в законе. Он радуется своему совершенному убеждению в праведности Божьей. Судя по заголовку, песнь на день субботний должна была быть связана с храмовым богослужением. В этом псалме семь раз повторяется имя Господь в его форме Якова. Присутствуют ссылки на дела рук Божиих. Процветание его народа. Мишна называет данный псалмом песней о грядущем мире, о дне, который является полным субботним покоем для вечности. По Мишне, который служит ядром Талмуда, данный псалмом исполняли во святилище Левиты. Исполнение песни хвалы сопровождает игра на музыкальных инструментах. Структура псалма следующая. Песнь начинается с призыва прославлять имя Господа. Хотя премудрость Божия непостижима для невежд, но у всех она вызывает восхищение. Нечестивые увядают, как трава, и рассыпаются в прах. Праведники напротив поднимают свою голову, возвышаются, как кедры, и цветут, как деревья. Посажены Богом в его доме, даже в старости они плодовиты. И потому возвещают, что праведен Господь, на него можно положиться. Второй, четвертый стихи. Псалом начинается с громкого призыва благодарить и восхвалять Бога. В величии имени Господа древний Израиль праздновал по субботам. Псалмопевец возвещает милость и истину Господа утром и по ночам. Слово «утро» в псалме употреблено в единственном числе, а ночь – во множественном. Отсутствие указаний на конкретные стражи, суток, вводит некоторую неопределенность. Вполне возможно, что речь шла о прославлении Бога по утрам и по ночам при совершении соответствующих жертвоприношений. На это намекает перевод септуагинта, где оба слова употреблены в единственном числе. Как выглядел десятиструнный инструмент, сказать уже трудно. Возможно, он был похож на лиру. Еврейский текст обозначает его очень неопределенно десятинный. В 143-м псалме музыкальный инструмент называется десятиструнной псалтырью. Здесь же десятиструнный и псалтырью обозначают разные инструменты. Возможно, лиру и арфу. Третьим щепковым музыкальным инструментом упоминаются гусли, иначе кенор. Три разных термина подчеркивают многообразность музыкальных инструментов, игра на которых могла сопровождать пение псалмов. Пятый и седьмой стихи объясняют повод для прославления имени Господа. Он творит, дела рук его велики и восхитительны. Второзаконие связывает празднование субботы с воспоминанием об избавлении от египетского рабства. Помышления Господа глубоки. Они неочевидны, их нелегко понять. Они остаются совершенно непонятными для несмысленных, точнее, неразумных, необученных. И невежд, высокомерных, кичливых глупцов. Пара этих слов встречается и в другом псалме, где они переводятся на русский язык как «невежды и бессмысленные». Речь идет о людях, у которых и есть интеллектуальные способности для познания закона Божия, но они не хотят учиться или по упрямству, или по заносчивости. Такие невежды иногда даже в псалмах уподобляются скоту. Следовательно, для понимания путей Божьих необходима целеустремленность и духовная чувствительность. Именно об этом писал апостол Павел в одном из своих посланий. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого». Остальная часть текста, как и первый псалом, описывает судьбы праведных и нечестивых. Порой кажется, что нечестивые процветают, а праведники увядают. Однако по данному псалму все как раз наоборот. Жизнь нечестивых подобна траве, которая сеется и растет только для того, чтобы увянуть под жарким солнцем. Рог, 11 стих, рог дикого быка, был символом мощи и крепости. Септуагента сравнивает силу этого рога с единорогом. Однако современные словари говорят, что это ошибочный перевод еврейского слова «рээм», который обозначает «буйвола» или «антилопу». Авторы Талмуда также полагали, что таким единорогом была антилопа. В отличие от африканского носорога, данное животное, согласно Библии, передвигалось очень быстро. На персидских и египетских рельефах встречается соображение некого единорога, однако это не дает повод думать о том, что такое животное в реальности существовало. В дошедших до нас византийских изображениях единорога смешаны фактические и мифологические представления о животном мире. Как бы там ни было, вряд ли можно утверждать, что описывая силу и быстроту единорога, авторы священных текстов стремились дать точные сведения о фактах естественной истории. Умащивание свежим елеем главы человека – знак радости и торжества над врагами. Псалмопевец стал свидетелем поражения врагов, которые поднимали против него восстание. Септуагинто вводит в текст некоторую корректуру, по которой сочный елей на лице становится признаком свежего лица в старости. По-славянски эта фраза звучит так – «старость моя в елее мастите». Долголетие избранных людей нередко сравнивается в Библии с долголетием деревьев. Цветущая пальма – это символ жизненной силы праведников. 13 стих. Упоминание о пальме в данном псалме – единственное в псалтыре. Как и зеленеющая маслина, пальма символизирует долголетие. Этим она принципиально отличается от травы, которая цветет и тут же увядает навеки. По высоте пальма превосходит оливковое дерево. Глядя на нее со стороны, кажется, что она вообще возвышается над всеми деревьями. В «Песне песней» стройная пальма используется для восхваления стройности и привлекательности женщины и ее обаяния. Автор псалма сравнивает пальму с самым высоким из известных ему деревьев на земле с ливанским кедром. Как пальма не только цветет, но и долго приносит плоды, так и посаженная в Доме Господнем праведники цветут и даже в старости сохраняют свежесть и приносят плод. Упоминание о творении и саженцах в Доме Господнем переносит нас мыслью в сад Эдемский, в котором росло древо жизни. Даже в пожилом возрасте праведники, посаженные в Доме Господнем, полны жизненной энергии. Они свидетельствуют о том, что Господь – их твердыня. В нем нет той порочности, которая характеризует поведение человека и ведет его к тлению. Последний, 16 стих псалма является аллюзией на песть Моисея о величии Божьем. Он, цитирую, твердыня, совершены дела его, и все пути его праведны. Бог верен и нет в нем неправды. Он праведен и истинен. Созерцающий творение Божьих рук автор 91-го псалма размышляет о его величии и восхваляет его радостью великой. Чудес Божьих, о которых он хотел бы проповедовать и говорить, неизмеримое число. Божий промысел невозможно человеку постичь. Непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Послание к римлянам. Создатель мира пребывает на небесах. Он выше всего и потому называется Всевышним. Бог – это камень, который остается всегда на своем месте. А его храм – плодородная почва, на которой его народ, насажденный в Домо Господнем, черпают силы для духовного роста, процветания и принесения плодов. Если верующий это осознает, он становится мудрым и предусмотрительным.